Здравствуйте уважаемые друзья. Самый великий теннисист современности и серб в национальности Новак Джокович вопреки всему покорил Олимпийские игры. Теперь великий сербский спортсмен совершенно точно самый великий теннисист в истории и верится с трудом, что в ближайшее время его достижения смогут повторить. О великом триумфе сербского теннисиста покорившего Олимпийские игры в Париже в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Новак не молодеет. Это видно даже на языке цифр. Он подает в районе 185 километров в час. Это на 7,5% тише чем в молодые годы. Если совсем заморочиться и посчитать глубину полушпагата, то окажется что там тоже потеряны несколько сантиметров. Но у Джоковича есть уникальное умение. Он может компенсировать случайные недостатки ярко выраженными достоинствами. Но как это делать когда по ту сторону молодой испанец, который практически в каждом компоненте игры ничем не уступал Джоковичу. Алькарас был быстрее, точнее и сильнее. Единственное в чем Новак его превосходил так это в желании. Олимпиада это единственный нехватающий фрагмент пазла лучшей спортивной карьеры на земле. Слезы Джоковича после победы в полуфинале над Музетти, наглядное тому подтверждение. Алькарас тоже желал эту олимпиаду. Но он мечтал ее выиграть 21 год, а Новак Джокович целых 37. Матч удался. Это был теннис гениального уровня. Аплодисменты смелости и красоте комбинаций не смолкали ни на минуту. У Алькараса обнаружился смертельный форхенд, а его дропшиты были такими обескураживающими, что примерно с третьего гейма Новак за ними уже не бегал. Оказалось, что Карлос угадывает направление смешей. А ведь это же всегда была прерогатива Джоковича. Еще одно доказательство, что Алькарас, скорее всего, наследник великого серба. Шансов у обоих было великое множество. В первом сете на двоих теннисисты заработали 13 брейк-поинтов. Угадайте, сколько из них было реализовано. Ответ – ни одного. То есть каждый брейковый мяч был скрытым сетболом. 13 раз они становились на край пропасти, и всегда им удавалось спастись. Ближе к первому сету был Алькарас. В девятом гейме, который длился более 15 минут, Алькарас должен был забирать эту олимпиаду, но чудесным образом серб все вытаскивал. А ведь ему приходилось играть первым номером. Джокович это не очень любит. А тут нужно было резко изобретать чудо против лучшего теннисиста этого турнира. Джокович отбивался. Его прижали к воображаемой стенке, и он нашел оружие, которое Алькарас не просчитал. Им стали косые удары. Долго они действовать не могли, но на пару минут эта загадка отвлекла испанца. К великому удовольствию Новака, это случилось как раз на тайбрейке. Впервые они поменялись сторонами при счете 3-3. Было видно, что Алькарас нервничает. И седьмой розыгрыш на своей подаче он проиграл. Следующей смены сторон уже не было. Новак взял две своих. Алькарас от злости едва не ударил ракеткой этот французский грунт. Новак тут же схватил сумку и убежал в трибуны. Когда на весах такие призы, любые средства хороши. Второй сет тоже был ровным. Единственное отличие Новак до брейковых мячей соперника уже не допускал. Алькарас стал больше ошибаться, и хотя многие бы позавидовали такому проценту, для победы над Джоковичем этого уровня было недостаточно. Все опять должны были решить один или два розыгрыша. Оставалось лишь ждать, когда они произойдут. Все опять решалось в тринадцатом гейме. Наверное это справедливо. Алькарас подавал первым. Он обнажил свой лучший форхенд, но Джокович ответил очень косым ударом влево и повел с мини-брейком. Потом заплакал ребенок, трибуны зашушукались, а в обмене невероятными ударами удача оказалась на стороне Джокович. Причем Джокер был уже без кепки. До главного успеха Джоковича оставалось несколько секунд. В этот момент даже плачущий младенец вдруг замолчал. Ему тоже было интересно чем это закончится. Через пару секунд плакал уже Новак. Он заслужил эту Олимпиаду больше чем кто-либо. В его руках из ниоткуда материализовался сербский флаг. Он вдруг пошел по трибунам вверх, словно по ступеням. Он шел к своей команде и к своей семье, что для него на самом деле уже одно и то же. Вспоминал ли он, что два месяца назад, здесь же он чуть было не потерял колено, что ему пришлось пережить операцию и множество сложных решений. Ради этого золота он прошел бы через весь этот ад еще раз. Сербия будет ликовать, а мы будем немножко ей завидовать. Как же долго завоевывался этот золотой карьерный шлем. Уважаемые друзья, что вы думаете по этому поводу, поделитесь вашими мнениями в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok